Вторая часть видеокейса «Как сделать в Facebook заявки стоимостью 191 рубль». Мы разберем оптимизацию рекламной кампании Facebook, настраивание таргетированной аудитории и проведение АБ-тестов, что и привело к результату. Далее, используя видео, мы стали делать посты в Facebook, ВКонтакте. Сейчас мы рассматриваем Facebook и сделали АБ-тесты, видео, где использовали изображение и видео. Видео у нас пошло гораздо лучше, поэтому мы его использовали, запустили кампанию на получение заявок, генерации лидов. Человек, который видел рекламу, смотрел ролик, нажимал призыв, он попадал, у него открывалось окошечко, где рассказывалось, что это за кампания основные преимущества, как такой мини-лендинг. Потом можно было выбрать продукт, который ему необходим, и лучше обязательно делать какой-то интерактивчик, чтобы не проскакивали здесь какие-либо боты автоматически. Человек должен что-то выбрать, что-то ввести и только при этом оставлять заявку. Потому что e-mail, который предлагалось дальше, он вводился чаще всего автоматически, потому что он привязан к аккаунту пользователя. И нажимали, оставляли заявку, получался список, который отправлялся сразу в отдел продаж клиента. В данном случае вы видите, что там, где мы предлагали выбрать продукт и ввести e-mail, у нас лиц стал стоить дальше уже 212 рублей. А там, где еще предлагалось ввести телефон, менее охотно это делают, он был уже подороже. В среднем получается, что заявка 237 рублей. Но в начале, как я показывал уже стоп-кадр, она была 191 рубль. Из-за того, что аудитория очень узкая, около 10-11 тысяч, она через 3-4 месяца уже начала выгорать. И стоимость начала повышаться. Потому что стали сообщения приходить одним и тем же пользователям. После удачного использования данной компании, мы попробовали тестировать и проводить кампании по трафику на сайт. Потому что, когда человек посмотрит сайт, увидит все услуги, посмотрит фотографии, он уже будет более теплый, чтобы оставить заявку. Мы попробовали сделать так. Начали тестировать. Например, вот можно посмотреть тестирование аудиторий. Сейчас поставим весь срок действия. Например, дизайнер-архитектор, у нас клик получился очень дорогой, потому что аудитория уже выгорает. Но мы все равно это тестируем, потому что это наиболее релевантная аудитория. Далее строители-ремонтники подешевле. Далее мы собрали телефоны и имейлы с базы клиента, загрузили их в Facebook и создали еще похожую аудиторию Look&Like на эту базу. И у нас по базе получился клик 9,5 рублей. За последние 2 дня он у нас получился. Давайте посмотрим. 6 рублей 38 копеек. По похожим все равно это вполне адекватная цена. То есть аудитория Look&Like работает хорошо. Которую автоматически Facebook определяет, исходя из тех клиентов, которые уже есть в компании. Также мы делали тестирование по гео. Как видно, мы делали сложный таргетинг. Например, есть офис в Медведково у компании. Мы делали точку плюс 4 километра радиусом, где находится этот офис производства. Все это таргетировали на тех, кто интересуется дизайном интерьера. Не должность, а тот, кто интересуется. Это огромная аудитория. Плюс эта же аудитория автоматом интересуется ремонтом. Это тоже определенные интересы мы добавляли. И одновременно она интересуется мебелью. То есть, скорее всего, это те, кто делают ремонт. Делали мы выводы. Значит, ей наиболее будет интересно покупать, смотреть, какие есть и мебели стекла, и изделия стекла. И это дало наиболее лучший в тесте результат. Это 12 рублей клип. Также мы сделали для мытищи. У нас уже было немножечко подороже в этой области гео. И попробовали еще, чтобы выходить на аудиторию с большими доходами. Например, кто строит коттеджи. Сейчас тогда открою карту, чтобы было понятней. Есть несколько районов, где активно ведется сейчас строительство. Это, как говорил нам клиент, на который мы таргетировались также по гео. Это вот это место на севере Москвы. Ну и, естественно, запад, наша знаменитая Рублевка. И таргетинг заключался в том, что мы также таргетировались на тех, кто интересуется дизайном интерьера. Также одновременно интересуется все, что связано со строительством коттеджей, загородных домов и так далее, по определенным признакам. И одновременно эта аудитория был признак того, что она с высокими доходами. Здесь написано «роскошь», но это имеется в виду топовые автомобили, люкс-яхты и много-много других признаков. Все это в соединении нам дало результат на севере 40 рублей. Если это наша аудитория, что мы будем тоже смотреть, это, в принципе, хороший результат, потому что они менее охотно кликают. Вот такая аудитория. На Рублевка нам показала негатив. Тоже будем разбираться, почему. И эту кампанию, скорее всего, будем тоже отключать. Одновременно мы тестируем различные площадки. Очень неудачно было по лентам Instagram. Тоже не очень по правому столбцу. Хорошо начали заходить истории Instagram, Instagram Stories. Ну и смотрим, что нам дает лента Facebook ПК или лента Facebook мобильная. Все эти АБ-тесты будут объединяться. То есть мы будем определять самую лучшую аудиторию, самую лучшую гео и самые лучшие объявления. Благодаря этим АБ-тестам мы выйдем на наиболее оптимальную аудиторию с минимальной ценой за клик. При этом самая лучшая гео, самые лучшие площадки, самые лучшие заголовки описания. Таким образом, мы планируем среднюю цену увести где-то в районе 15 рублей за клик. Теперь вы узнали, как сделать дешевые заявки через Facebook с помощью видео. Ну и также получать клиентов через ваш лендинг, организуя рекламные кампании в Facebook. Видеоролики помогли увеличить конверсию на сайте, потому что человек мог быстро ознакомиться за короткое время с компанией, что она предлагает. Также помогли уменьшить стоимость клика и заявки в социальных сетях и использовать нестандартные форматы, например, вертикальный формат в Instagram Stories 15-секундный. Если вы хотите узнать еще о других наших кейсах, получать новые полезные статьи и уроки по видеомаркетингу, приходите на наш сайт navidu.ru, смотрите наш блог, подписывайтесь на нашу рассылку и смотрите влог на YouTube. Удачи вам в продажах, в использовании видео. С вами был Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу. Будьте на виду! Субтитры сделал DimaTorzok